Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс и пришло время, когда можно рассказать про лайфхаки Xbox Series. Да, по сути у Xbox Series мало что нового в C7, поскольку его система точно такая же, как на Xbox One, но мне кажется, было бы неплохо напомнить все старые лайфхаки, ну а также рассказать новые. Данный видос по сути будет очень интересен тем, кто консоль купил совсем недавно и о ней ничего не знает. Ну а тем, кто уже старый пользователь, все равно в этом видосе может подчеркнуть что-то для себя новое. В общем, как всегда, ставь лайк, подписывайся на канал, нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео и давайте начнем. Первым лайфхаком будет функция домашняя консоль. На мой взгляд, это одна из самых офигенных функций, а самое главное полезных. С помощью нее вы сможете покупать игры на двоих, ну а также просто использовать одну игру сразу на нескольких консолях. Чтобы начать пользоваться данной функцией, вам нужно зайти под ваш аккаунт, на котором у вас все игры и подписки, перейти в настройки и нажать это моя домашняя консоль. После включения функции, все ваши игры и подписки будут доступны и другим аккаунтам на вашей консоли. То есть вы сможете включить, к примеру, аккаунт брата и без проблем играть в ваши купленные игры. Но данная функция больше нужна для того, чтобы на двоих покупать игры и играть с разных консолей. Берете один аккаунт, на котором куплен ваш контент, даете его другу, он ставит его домашним и больше ваш профиль никогда не заходит. И тем самым он получит доступ к вашим подпискам и играм, не заходя в ваш профиль. У вас же доступ к играм останется, но надо будет лишь включать ваш профиль и интернет. В итоге вы сможете вместе играть в одну и ту же игру одновременно со своим другом, ну а также просто покупать игры и подписки на двоих. Если что, третьего человека в эту схему можно добавить, но только при условии, если он играет на ПК. Следующий лайфхак это буст подписки. Если вы хотите знатно сэкономить и чтобы у вас была и подписка для онлайна и подписка с играми, ну а также подписка от электроников и намного дешевле, то путем правильной последовательности активации подписки Ultimate вы сможете дико сэкономить и оформить подписку в два раза дешевле. Дело в том, что подписка Ultimate включает в себя все подписки Xbox. Но как ее дешево оформить? Покупаем сначала Gold, потом еще Gold, просто это подписка самая дешевая, если покупать ее на год. И сверху активируем тот самый Ultimate, на один месяц будет достаточно. По правилам Microsoft все, что было активировано до Ultimate, превращается в вашу подписку. То есть конвертация в этом случае идет один к одному, и при условии, если вы купили два года Xbox Live Gold и активировали всего лишь один месяц Ultimate, то у вас будет два года и один месяц подписки Ultimate. Если что, данный способ до сих пор актуальный, но за этим всем лучше палить через официальный сайт, поскольку со временем все может измениться. Также существуют еще и другие способы экономии данной подписки путем покупки пробников или активации подписки через другие регионы. Но некоторые из этих способов у меня не вселяют доверие, ну а также у них есть свои подводные камни. Следующий лайфхак связан с удобством преждевременной загрузки игр на ваш Xbox. Представим ситуацию, если вы собираетесь купить диск или просто не можете купить игру вовремя, но терять время на то, чтобы ее загрузить после приобретения вы не хотите. В этом случае рекомендую использовать этот способ. Дело в том, что зайдя в новое приложение Xbox, абсолютно любую игру вы сможете скачать на вашу консоль, не покупая ее. Находите игру и нажимаете загрузить. И прикол в том, что когда вы, к примеру, приобретаете игру на том же диске, то сразу после его запуска вы сможете играть, не дожидаясь загрузки. Если что, способ не сработает, если вы захотите поиграть не в купленную игру. Но это на всякий. Следующий лайфхак понравится многим, особенно тем, кто мечтает о портативке Xbox. Дело в том, что на Xbox наконец-таки реализовали функцию потоковой передачи и теперь на своем планшете и телефоне можно будет продолжать играть в свои любимые игры. Как это сделать? Очень легко. Заходим в приложение Xbox, выбираем свою консоль и нажимаем на потоковую передачу. Но только не забудь до этого присоединить геймпад к телефону по блютузу. Делается это очень легко. На телефоне включается блютуз, а на геймпаде нажимается кнопка поиска устройств. Ну а также не забудь поставить консоль на мгновенное включение, дабы находясь далеко от консоли, без проблем пользоваться данной функцией. Если что, данный способ работает уже не только в пределах домашней сети, как это было раньше на ПК, но и при любом Wi-Fi или мобильном интернете. Единственное, чтобы комфортно играть, ну а также изображение не лагало, советую подключаться к Wi-Fi, который имеет частоту 5 ГГц. Если что, не путайте данную функцию с функцией xCloud. Поскольку xCloud позволяет вам играть в игры Xbox не с самой консоли, как в этом способе, а при помощи серверов Microsoft. Как стримить с консоли? К сожалению, этот лайфхак на 2021 год слишком сжатый, поскольку через Xbox остался лишь один способ стрима, и то через Twitch. Для этого нужно скачать специальное приложение Twitch, все настроить и нажать транслировать. Но если вы хотите начать полноценно стримить, включать всякие анимации, оформления, донаты, то настоятельно рекомендую вам приобрести карту захвата и ПК под эти требования. Поскольку все, что делается через консоли, это немножко костыли. Следующий лайфхак исключительно для тех, кто не имеет хорошую гарнитуру, но хотел бы связываться с командой, к примеру, через свои аэроподсы или другие наушники, которые вы используете к телефону. Единственный минус данного способа в том, что вы не услышите звуки игры. Итак, как это все реализовать? Берете то же самое приложение Xbox, подключаете наушники к телефону, неважно какие, создаете через приложение команду и приглашаете туда всех тех, кого захотите. Прикол в том, что команда будет настроена через телефон и через него вы сможете болтать через любые наушники, подключенные соответственно к вашему телефону. Кстати, помимо этого, ловите еще маленький лайфхак по пользу не команды. Бывает такое, что у разных игроков разные гарнитуры и кого-то слышно слишком громко, ну а кого-то слишком мало. В команде Xbox появился специальный микшер, который позволяет настроить громкость каждого игрока. Поэтому настраивай и пользуйся. Следующий лайфхак только для хороших друзей. В Xbox есть специальная функция, с помощью которой вы сможете без проблем своему другу подарить любую игру, которая находится в Microsoft Store. Выбираете игру, нажимаете купить как подарок, выбираете кому и оплачиваете. И все, данная игра приходит на почту или через личные сообщения группы тому, кому вы это все прислали. Следующим лайфхаком я советую не злоупотреблять. И советую использовать его только при ваших ошибках. Дело в том, что в политике Microsoft введен способ, при котором в случае, если вы купили не ту игру, или она вам крайне не понравилась, у нее есть какие-то ошибки, вы сможете вернуть за нее деньги. Главное при этом всем соблюсти несколько условий. Если у вас все это совпадает, то можете позвонить в техподдержку Microsoft или написать через официальный сайт, и тогда вы без проблем вернете деньги за игру. Единственное, повторяюсь, не злоупотребляйте, иначе через несколько моментов вам просто откажут в вашей просьбе. Следующий лайфхак является, на мой взгляд, важным, поскольку геймпады ломаются, к большому сожалению, очень и очень часто. Если вдруг у вас залипла кнопка, сломался стик, его ведет в любую сторону, то вы, конечно, можете сами попытаться его починить, если вы на это способны, но если вы не хотите париться, то также позвоните лучше в Microsoft, и они вам его обменяют или починят бесплатно. При условии, конечно же, если у вас не вышла гарантия. Если что, гарантия на геймпад действует один год. Если вдруг геймпад покупаете отдельно, то лучше сохраняйте всегда чек, а то мало ли запросят. Ну а про следующий лайфхак вам расскажет VGL. Если что, данный способ поможет вам увеличить память даже на новых консолях и без покупки SSD. Всем привет, с вами VGL, и это очередной лайфхак, связанный с расширением постоянной памяти Xbox Series. Однако, данный вариант также подходит для Xbox One. Кстати, подписывайся на мой канал, чтобы узнавать о фишках и опыте использования Series S лично от меня. Все, что вам понадобится, жесткий диск объемом более чем 128 гигабайт с поддержкой USB 3.0 и выше. Для сохранения и переноса игр необходимо вставить диск в консоль, отформатировать его для игр и приложений. В противном случае копировать игры не получится, ибо внешний жесткий диск будет определяться в качестве мультимедиа. После проведения данной операции во вкладке «Мои игры и приложения» выберите интересующую вас игру. И в контекстном меню выберите пункт «Управление игрой и настройками». Вы перейдете в новую вкладку, где вам будет предложено выбрать игру и имеющиеся к ней компоненты. И один из вариантов – перенести или копировать данную игру. После копирования или переноса игры вы можете использовать ее, как вам вздумается. Если игра работает по обратной совместимости и не имеет улучшений для Xbox Series, вы можете запускать данные игры прямо с жесткого диска, подключенного по USB. В остальных же случаях приходится переносить игру с жесткого диска на SSD. Способ хорош тем, что позволяет вам этим методом расширить память для Xbox Series, не покупая при этом сверхдорогой SSD, который, кстати, стоит около 20 тысяч рублей, а то и дороже. Этот способ значительно сэкономит вам время, нежели чем скачивать игру заново. Кстати, если что, на его канале вы сможете найти лайфхак, с помощью которого сможете записывать геймплей с вашего Xbox в длиною около часа без карты захвата. Если что, ссылочку на его видос я оставлю в комментариях. Следующий лайфхак больше, скорее всего, функция новых консолей и называется она Quick Resume. Она позволяет мгновенно переключаться между играми, а самое главное – не выключать игру. К примеру, вы играете в Mortal Kombat и быстро захотели играть в Jedi. Просто выбираете игру и начинаете играть с того места, на котором остановились. Если что, данный способ работает не во всех играх. Этот лайфхак, а точнее возможность, нравится всем со времен Xbox One. Обратная совместимость с Xbox по сей день одной из лучших, что есть вообще в нынешних консолях. Дело в том, что на своем Xbox Series вы сможете без проблем запускать игры с прошлых Xbox. Но, к сожалению, не прям все. Чтобы узнать, запустится у вас та или иная игра или нет, достаточно ознакомиться со списком игр через официальный сайт. Ну а запускать такие игры очень легко. Либо вам придется просто вставить старый диск, либо купить игру через Store. В данном лайфхаке я сразу же хотел бы рассказать про то, как играть еще с пользователями прошлых консолей. Чтобы играть с пользователями Xbox 360, достаточно зайти в игру, пригласить своего друга через дашборд Xbox 360. Чтобы слышать игроков, то также рекомендую запустить команду через Xbox 360. Ну а чтобы играть с пользователями Xbox One, то можно их пригласить через обычный дашборд, поскольку система одна и та же. Следующий лайфхак также относится по большей части к возможностям новых консолей, но доступны они не во всех играх. На Xbox Series из-за нового железа доступны режимы производительности, которые помогут вам либо увидеть более высокие настройки графики, либо повышенное разрешение. Переключаются данные режимы прямо в игре. Насколько я помню, такие режимы есть в играх Dirt 5, Ori, Gears 5, Cyberpunk, Warzone и так далее. Многих, прежде чем купить ту или иную игру, интересует, а поддерживает ли игра русский перевод. Не так давно Microsoft в свой магазин стал добавлять пункт, в котором вы сможете найти поддерживаемые языки. Находится данная вкладка в Story, но почему-то не во всех играх. В любом случае, данный лайфхак поможет узнать присутствие локализации хотя бы в некоторых играх. И надеюсь, что в будущем таким описанием будут обладать все игры. Следующий лайфхак точно такой же, как и на Xbox One. Бывают времена, когда на ваш Xbox может не прийти обновление, хотя всем оно уже давно пришло. Для этого просто проверьте обновление вручную. И если обновление действительно доступно всем, то оно должно появиться у вас. Следующий лайфхак нужен тем, кто любит украшать свой игровой профиль. Дело в том, что на задний фон можно поставить любое достижение, просто цвет и даже собственную картинку. Для того, чтобы поставить собственную картинку, вы можете либо перекинуть ее на флешку и поставить, ну или просто сохранить картинку прямо через браузер. К примеру, заходите в нашу группу ВКонтакте, скачиваете изображение и просто ставите на фон. Также в новых консолях можно поставить еще и анимированный фон. Найти их можно вот в этой вот вкладке. Предпоследний лайфхак крайне прост. Если вдруг вы устали от батареек, не хотите покупать аккумуляторы, то вы можете играть в него по проводу без всяких батареек. Также, если вдруг вы хотите, к примеру, играть на диване, находясь там, где USB уже не дотягивается с вашего Xbox, то вы можете просто присоединить пауэр и продолжать играть. Ну и последний лайфхак в этом видосе предназначен для тех, кто хочет найти себе друзей и товарищей в любимой игре. Чтобы найти себе товарища, просто переходите в любой русскоязычный клуб, к примеру, в наш, создавайте объявление в игру, в которую играете, указывайте время, требования и просто ждите, пока кто-нибудь откликнется. Способ проверенный, рабочий, но все зависит от людей, которые играют в ту или иную игру. Ну и в принципе, это все лайфхаки, которые я хотел рассказать в этом видео. Если ты вдруг знаешь какой-нибудь еще лайфхак, то напиши его в комментариях. Если видео для тебя было полезным, ты не знал про какой-либо лайфхак, то ставь лайк и подписывайся на канал. Если вдруг в будущем будут еще какие-нибудь лайфхаки, то я обязательно о них расскажу. На этом в принципе все, большое спасибо за просмотр и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok